Дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, ZDM, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу и расскажу, как правильно настроить один из самых популярных фитнес-браслетов на рынке – Xiaomi MyBand 8. Этот браслет стал настоящим хитом продаж благодаря своим функциям и доступной цене. Но чтобы вы могли в полной мере оценить все его возможности, важно правильно его настроить. Именно об этом мы поговорим в сегодняшнем видеоролике. Кстати, если вы еще не видели видео-обзор на браслет Xiaomi MyBand 8, вы можете найти его на моем канале. Также ссылка на обзор будет доступна в описании к этому видео. Я надеюсь, что информация, предоставленная в обзоре, будет полезной и информативной для вас. Но я желаю вам приятного просмотра! Итак, начнем с самого начала. Перед тем, как приступить к настройке браслеток Xiaomi MyBand 8, убедитесь, что его заряд составляет хотя бы 30%. Это необходимо для того, чтобы в процессе подключения браслет не выключился. Кроме того, для успешного подключения браслета к телефону потребуется стабильное интернет-соединение, чтобы избежать возможных сбоев или ошибок. После включения браслета вам будет предложено выбрать язык. Это важный шаг, который обеспечит комфортное использование браслета в дальнейшем. Следующий шаг – это установка приложения. Для этого вам потребуется перейти по QR-коду, который отображается на экране браслета. Хочу обратить ваше внимание на то, что на данный момент браслет Xiaomi MyBand 8 не поддерживает старое приложение ZipLife. Для работы с браслетом вам потребуется приложение MyFitness. Первым делом открываем приложение и соглашаемся с условиями использования. Затем выбираем регион проживания и приступаем к созданию аккаунта к Xiaomi. После успешного входа в систему вам потребуется указать дату рождения, а также текущий рост и вес в килограммах. Это необходимо для корректной работы браслета и точности предоставляемых данных. Следующий шаг – включение Bluetooth на вашем устройстве. Это необходимо для подключения браслета. После включения Bluetooth нажимайте на кнопку «плюс» в приложении для добавления нового устройства. Когда появится запрос на создание пары по Bluetooth, примите его. Если вы хотите получать уведомления на телефон, разрешите их в настройках. Теперь перейдите к браслету и нажмите на синюю кнопку «Создать пару с iPhone». Подождите некоторое время, пока процесс подключения не будет завершен. В приложении для браслеток Xiaomi MyBand 8 вы найдете множество полезных функций. Вы можете настроить различные разрешения для получения информации и уведомлений, а также следить за своей статистикой и показателями здоровья. Вы также можете выбрать режим носки браслета – на запястье, как капсулу или на шее. Это позволяет вам выбрать наиболее удобный для вас вариант. В приложении есть возможность запускать или останавливать тренировку. Это очень удобно, если вы хотите отслеживать свою активность и достигнутые результаты. Одной из самых важных функций является мониторинг здоровья. Вы можете выбрать постоянный мониторинг или установить его на определенный временной интервал. В дополнение к уже упомянутым функциям, браслет Xiaomi MyBand 8 предлагает еще больше возможностей для настройки. Вы можете устанавливать будильники, настраивать отображение погоды и проверять обновление прошивки прямо в приложении. Есть возможность настраивать вибрацию на уведомления, что позволяет вам не пропускать важные события. Вы также можете настроить расположение виджетов на экране браслета, чтобы информация была предоставлена в наиболее удобном для вас виде. Одной из самых интересных функций является возможность загрузки новых циферблатов на браслет. В зависимости от размера, занимающего в памяти, одновременно в браслете могут находиться до 9 различных циферблатов. Они отображаются в активном состоянии и в режиме Always On. И все они отсортированы по категориям для удобства выбора. Вы также можете выбрать и немного кастомизировать собственный циферблат, добавив собственную фотографию и расположив время на экране. В общем, это были основные настройки приложения для браслеток Xiaomi Maband 8. Конечно, вы можете настроить еще много чего под себя, начиная от подробных личных данных и заканчивая спортивными функциями. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это поможет мне понять, что информация в данном видеоролике была действительно полезной для вас. Ссылку на актуальную версию приложения для iPhone и Android я оставлю в описании к этому видео. Там же вы можете найти обзор данного браслета. Вы также можете посмотреть мои другие видеоролики о различных товарах. Я надеюсь, они тоже будут интересны для вас. Желаю всем отличного настроения и удачных покупок на Алиэкспрессе.